Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам поступил такой вопрос. Грех ли, если нательный крест видно окружающим? Летом из-за жары открытой одежды мама маниакально прячет его и ругается, просит, чтобы я носила одежду более закрытую, чтобы спрятать крестик. Есть ли какие-то, в принципе, требования к обращению с нательным крестиком? Ну, вот церковная традиция, она вот такого термина, как нательный крестик, она не использует. Есть понятие, как наперстный крест. Персия – это грудь, то есть на груди нужно носить крест, там, где сердце. Вот. Кресты бывают и такие, которые носятся поверх одежды, и маленькие, которые удобно носить вот именно под одеждой. Но вот в этом вопросе прослеживается какой-то, знаете, панический, я бы сказал, даже какой-то животный страх. И он не должен, конечно же, иметь место. Потому что крест – это всегда красота. Крест – это всегда святость. Крест – это всегда помощь, потому что это оружие на дьявол. Крест – это знамя победы Господа над дьяволом, жизни над смертью. А знамя его никогда не ставят в кладовку. Знамя, оно всегда находится на почетном месте, и возле знамени всегда бывает почетный караул. И это знамя, если мы говорим о воинском знамени, это знамя доблести, чести, победы. И таким образом это символ мужества и высочайшего, я бы даже сказал, идеала. Поэтому, когда символ высокого, высочайшего идеала находится перед глазами людей, это прекрасно. И, конечно, это возлагает на человека, который одевает на себя этот крест, большую ответственность. Поэтому я думаю, что человек, который пытается прятать крест, он однозначно находится в заблуждении. Это заблуждение может выражаться либо в его неправильном понимании смысла креста, то есть это не амулет, не талисман, который хранит тебя тайно, а это образ твоего мышления, это образ любви, которую ты хочешь стяжать, то есть получить ко всем, к Богу, к людям. То есть любить Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всем разумением. Хочешь ближнего любить как самого себя. И вот этот крест, он как раз и свидетельствует о том, что ты касаешься высокого идеала. Ты служишь ему, потому что ты крещен. Ты воин Христов. Ну представьте, если вот все солдаты, все офицеры, воины снимут с себя знаки различия. Даже полевая форма, которая предполагает особую маскировку, она и то предполагает знаки различия. И в чинах, и в родах войск. Наш мир сейчас очень однородный. Очень много символов греха, ярко-сатанинских символов, которые наполняют сознание. Поэтому, если в глазах людей будет больше появляться святых образов на груди людей, то это прекрасно. Кончилось то время, когда гнали за веру на нашей Руси, на нашей земле. И поэтому теперь за ношение креста не посадят. С работы не уволят. И крест нужно носить. Поэтому живите свято, и пусть крест свидетельствует о вашей святости, и пусть люди это видят. Здравствуйте, дорогие друзья! 8 сентября Церковь совершает празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Владимирская икона относится к ряду наиболее древних из сохранившихся и одной из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы в Русской земле. Древнее предание XV века считают автором этой иконы самого апостола-евангелиста Луку, хотя большинство научных исследований сходятся во мнении, что написана эта икона в начале XII века. В том же столетии она была принесена на Русь в дар князю Мстиславу. В конце XIV века, а точнее в 1395 году, над молодым российским государством нависла угроза очередного нашествия орды кочевников под предводительством Тамерлана. И в это тревожное время, по повелению князя московского Василия I из Владимира, из Успенского собора Владимира, торжественным прессным ходом Владимирская икона Божией Матери была перенесена в столицу, в новую столицу русского государства, в Москву. И, что интересно, на месте встречи москвичами этой иконы впоследствии был основан знаменитый Сретенский монастырь, давший также название улица Сретенке. Долгое время после этого Владимирская икона находилась в Успенском соборе Московского Кремля, и очень многие важные и значимые события русской истории проходили как раз-таки перед ликом Пречистой Богоматери. Перед этой иконой венчались на царство многие московские цари, избирались митрополиты и патриархи всея Руси. А с конца 90-х годов Владимирская икона находится в Никольском храме в Толмачах, домовой церкви при Государственной Третьяковской галерее. И если у кого-то из нас будет возможность посетить золотоглавую столицу, и кто-то будет задаваться вопросом, какое место этого удивительного города непременно стоит посетить, во что бы то ни стало, то я, разумеется, посоветовал бы посетить именно этот храм, чтобы помолиться, поклониться древней христианской святыне Владимирской иконе Божьей Матери. 11 сентября церковь вспоминает одно из самых трагических событий, произошедших на рубеже, на стыке Ветхого и Нового Заветов – усекновение главы Иоанна Крестителя. Пророк и провозвестник пришествия Христова, тот, кого сам Господь назвал величайшим из рожденных женами, «Иоанн Креститель был взят в темницу за правдивое и честное слово обличения». И вот здесь, в темнице, когда он уже был окружен кольцом смерти и чувствовал, что он не выйдет на свободу, он посылает двух из своих учеников ко Христу с удивительным вопросом, с вопросом необычным и даже, может быть, непонятным для того, кто сам еще так недавно на Иордане проповедовал всему миру о Христе, как о явившемся Мессии, о пришедшем на землю к людям Боге. В какой-то момент, находясь в темничном заключении, Иоанн Предтеча заколебался. Эта великая, колоссальная душа заколебалась сомнением. И сомнение это разрешается вопросом, который он ставит перед Христом через своих учеников. Ты ли тот, кого мы ожидаем? А за этими словами звучит исподволь другой вопрос. «Или же я ошибся? Или же было напрасным все мое свидетельство, все мое служение и в целом вся моя жизнь?» Неужели напрасна юность, проведенная в пустыне? Неужели напрасны годы самоотречения, умоления самого себя с тем, чтобы сделаться голосом Божиим, говорящим людям посреди пустыни? Неужели напрасен подвиг всей жизни? Ты ли тот, кого мы ожидаем? И удивительно, что на этот вопрос, на этот крик души, Христос не отвечает прямо. Он не дает Иоанну Крестителю успокоения, не дает ему доброго ответа «да, я тот». И все было не зря, все не напрасно. Он отвечает пророку словами другого пророка, словами пророка Исаии, как бы призывая Иоанна Претечу оглянуться вокруг и увидеть, что происходит. Что слепые прозревают, глухие слышат, немые говорят и нищие благовествуют. Иными словами, Божия правда торжествует в мире. Но завершает этот свой ответ Иоанну Претечу Христос все-таки не успокоительными словами, а словами, призывающими к конечному подвигу, подвигу веры и верности. Он говорит «Блажен, кто не соблазнится о мне». И этих слов оказалось достаточно. Иоанн Претеча умер в темнице в вере и безусловной верности тому Мессии, пришествие которого в мир некогда провозвестил. И этот праздник, усекновение главы Иоанна Претечи, при всей своей скорбности, он может послужить каждому из нас своего рода утешением в тех трудных минутах жизни, которые наверняка случались с каждым из нас. Выдающийся проповедник и пастырь XX столетия, митрополит Сурожский Антоний, в слове в честь Иоанна Пророка и Претечи говорил так. «Как часто бывает, что колеблется наша душа, что после того, как мы сделали все, что должны были сделать, и сказали то, что должны были сказать, вдруг находит и на нас колебания. Устала душа, меркнет жизнь, клонится наша голова к земле. И приходят мысли, стоило ли все это делать? Я не вижу плода, нет успеха, я не знаю, что будет впереди. А погубил-то я столько веры, столько любви и столько сил. Стоило ли все это делать? Словами древнего пророка подчас мы обращаемся к небу. И нередко небо отвечает нам теми же словами Христа. Господь не отвечает нам на это свидетельством успеха. Он лишь говорит, достаточно того, что все это было правдой, что все это было добром, и достаточно тебе, что ты сделал то, что и надо было. И блажен, кто не соблазнится о мне. Здравствуйте, братья и сестры. Для совершения богослужения священнослужитель облащается в специальные священнические одежды, одеяния. Одной из частей этого богослужебного одеяния является епитрахиль. Епитрахиль – это греческое слово, которое в буквальном своем смысле означает одеяние вокруг шеи или на шее. Для наглядности покажу вам, как она выглядит. Это особой формы, длинный отрез ткани. Изначально епитрахиль делалась во время хератонии диаконова-пресвитера из диаконского ораря. И задняя часть ораря перекладывалась со спины на грудь. И таким образом две полосы диаконского ораря оказывались у священника спереди. Впоследствии для удобства их стали сшивать. Епитрахиль – это образ благодати Божией, которая пребывает на священнослужителя. Собственно, слова молитвы, когда священник одевает епитрахиль, говорят следующее. «Изливай ей Бог благодать свою на священники своя». Тем самым священник испрашивает благословение на совершение богослужения или какого-либо таинства. Епитрахиль – это один из тех предметов, без которого священнослужитель не может совершать ни одного действия. Не может совершать требы, не может совершать таинства, не может совершать богослужения. В редких случаях исключением бывает, когда нет епитрахили, то священник может благословить любой предмет, длинный отрез ткани или веревку, или даже полосенца, для того, чтобы совершить какую-то требу или таинство. Так, например, делал святитель Лука, воина Есенецкий, когда исповедовал смертельно раненых солдат. Так как не было у него с собой священного предмета, не было с собой епитрахили, он использовал для этого полотенца. Тем самым мы с вами видим, что епитрахиль – это тот предмет, та вещь из священнического облачения, которое своеобразно символизирует Божию благодать для совершения того или иного таинства. Субтитры создавал DimaTorzok